Огрызки этих карнизных плит валяются по всему двору на Георгии Исакова 237. Кровля 53-летней хрущевки осыпается буквально на глазах. Вышел я из подъезда покурить. Ну и под козырьком как бы стою, курю и слышу, что что-то упало. Я раз обратил внимание, что с правой стороны от меня упал пласт. Нормальный такой. Даже когда мы с оператором приехали на съемки, на нас упал камень с крыши. К счастью, никто не пострадал. Но слева детский сад, справа обрушающаяся крыша. Люди ходят, как долго это продержится, неизвестно. Ничуть не лучше ситуация внутри подъезда. Крыша протекает уже не одно десятилетие. Здесь стекло прямо очень сильно. Аж здесь на полу была вода. И потом посмотрите, вот щиток, над щитком там что делается. Там тоже стекло. Когда-нибудь замкнет, я не знаю, что будет. Потом вот этот угол у соседа, он до сих пор весь мокрый, еще не высох. Жильцы бьются за ремонт крыши уже в течение 10 лет. В ДЭС мы обращались в нашу управляющую компанию, в ЖЭО, потому что деньги туда тоже наши уходят. Чтобы они пришли, оторвали этот кусок, не знаю, как там, убрали этот кусок плиты и что-то сделали. Бесполезно. По лету пришлось обращаться в МЧС. Набирали 112. Они уже перенаправляли на прокуратуру. Как выяснилось, деньги жильцов дома уходят на специальный счет. Таково было решение самих собственников несколько лет назад. Поэтому, поясняют в управляющей компании, она не может выделить средств на капитальный ремонт крыши. Кровля не входит в перечень работ, которые попадают под так называемое обслуживание дома. Управляющая компания может выделить деньги исключительно на оплату труда дворников, содержание дома и мелкосрочный ремонт. Ситуация замкнулась. Крышу вроде бы и можно капитально отремонтировать за счет средств спецсчета. Но на нем не хватает денег. Нужно минимум в 4 раза больше. Другой вариант – частичная починка крыши за счет жильцов. Собрать нужно около миллиона рублей. На сегодняшний день видим только один способ решения проблемы текущего ремонта карнизных плит. Только дополнительные средства собственников. Сумма, конечно, большая на сегодняшний день. Она составляет где-то миллион рублей. Но необходимо начать эти дополнительные средства собирать. Сейчас у жильцов два варианта, говорят в управляющей компании. Первый – самим собирать деньги на капитальный ремонт или отдельную починку плит. Второй – уходить от схемы со специальным счетом на общий. И затем уже ждать помощи по краевой программе. Крышевать себя самим или несколько лет стоять в очереди на помощь. Вот такой непростой выбор перед жильцами в барнаульском многоэтажке. Данил Кузнецов, Александр Антропов. День с толком.